МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История-то началась еще вчера. Вернее, позавчера я узнал, что Сергею 10-15 абрикосов, которые не имеют аналогов на всей территории России, уничтожат под самый корень. Я взялся их спасать. Я обратился к двум лучшим друзьям по хутору, серьезные дяди. Очень серьезные у них сады. Естественно, в садах, в том числе, и мои растут саженцы. Чтобы пересадить к ним, получил отказ. В отчаянии нашел немного места у себя. Вот один из них. Один уже показывал такой. Вот это второй. И вы видите, что я его фактически спас. Да, сильнейшая обрезка. Но пересадка была в горшках. Хотя большинство корней было уничтожено при выкопке. Но и обрезка немалая. То есть его судьба смертельная, его не ждет. Вот. Как этот абрикос. Вот таким образом спас три. И потом уже в отчаянии сказал. Сергей, будущий академик. Давай-ка я возьму. И все их сделают так сильные обрезки, что они не будут мешать соседям расти. То есть питомник еще сохранится. А кочующим питомником я назвал это образное название. Помните почему? Потому что деревья, подрастая, лучшие из лучших, возьмут и вытеснят питомник. Вот так как здесь. Еще раз покажу. Там я уже начал резать. Это у меня участок номер два. Там где садят семена, участок номер три. Так. Вот видите. Вот. Скоро они вытеснят. Вон они. Абрикосики подрастают. Питомник через два года. Тут если останется, то где-то вот тут. Где подальше. Поняли, да? Вот. А теперь возвращаемся снова. Ну, без грядок не обошлось. Женщины у них свои понятия. Вот. Не выносят отраву китайскую. Значит, все растится. Все растится само. Так, друзья. Будем заканчивать. Привлек уже вот такую артиллерию. Не могу уже простым секатором ручным разрезать. Что я буду резать? Это, допустим, манчжурец дичок. Он будет уничтожен. Так. Вот. Смотрим сюда. Видите? Он-то манчжурец. Он-то сеянец. А на нем уже висят плоды. Он будет уничтожен Сергеем. Чуть позже. Так. Почему? Объясняю. Да, это уникальная вещь. Это сын того. Вон отсюда даже видно. Его абрикоса-гиганта, который назвал Патриарх. Который, наверное, сейчас самый знаменитый в России. Знаменитый даже моего королевского. Вот. Смотрим сюда. Попробуй его оставь. Не спили. Вот еще плодик. Видели? Вот еще плодики. Вот он самый устойчивый, кстати, есть к этому. К комарозу. К заморозкам. Вот. Вот еще один. Смотрите. Вот. И тоже сеянец. И тоже будет уничтожен. Смотрим, что растет на соседней грядке. На соседней грядке растут. И ни черта не растут. Смотрите. Вишни видели? Видели. Цветет. Цветет. Плоды дает, дает. Почему не растет? А? В чем дело? Смотрите в глаза. Это я этим. Закрыли. Сеянцы абрикосов. Мощные, рослые. Знаете, вот такой кусочек вот отсюда. Это метра где-то 80. Вот до сюда. Это просто за один год. Это мои гигантики их называют. Вот эти гигантики не дают расти. Вот этому. Вот. Войлочные вишни не дают расти. Но это чуть дальше. Все-таки маленечко вишенка подрастает. А это вот чудо. Закрыли персик. Вот он. Весь цвету оплодоносил. Вот. И завязался. Дело в том, что раз это самое не отвалили, значит завязался. Вот. Лепестки отваливаются, а сами плодушки на месте. Вот. Видите? Закрыто. Вот еще один персик. Вот. Привит на войлочные вишни. Видите как? На одном корне. Войлочные вишни и персик. Это отдельный разговор. За плодоноси это поговорим. Есть о чем поговорить. Почему? Есть и будущее у них. Да это будущее у персиков. Вот они. Зависит от подвоев. И от места. Ведь вы что думаете? Вот сейчас будут уничтожены раз, два и он третий. Я их не обрезал. Я их оставил. Вот. А обрезать буду те, которые... Сейчас покажу. Сейчас уже обрезал. Вот. Как они выглядят. Рука не поднялась. Убедил Сергея, что 10 лет без права переписки его ждет, если когда-нибудь нами заинтересуется наука. Вот так. Я еще не успел замазать раны. Вот так я их обрезал. Вот это от мощного дерева. Кстати, это уже ветки убрали. Здесь это веточки второстепенные, а самые мощные отрезанные отсюда. Вот такие вот. Вот сюда. Выше меня рост. Да, вот такие же вот. Они же были ростом вот с этими же. Вот они были отрезаны. И теперь, по крайней мере, на соседнем ряду, думайте, зря они вот такие малюхонькие. Где-то там. О, он мощный. А возле этих самых абрикосов тень, 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 тень. Вот. И в результате потери какие. Вот. Небольшой саженец. На нем уже пирка висит. Вот. А кто на него соблазнится? Манюхоньки. Народу надо вот такие. Кстати, тут ко мне приехал товарищ и говорит, меня послал шеф. и называет фамилию одного из членов правительства Хакасии. И сказал, не меньше пятилетних брать. Ну, если это у меня двухлетки, то просто его товарищ шеф никакой не садовод понятия не имеет, что он просит. Он просит деревья. Где бы вам показать пятилетние? Если у меня вот это вот, вот это двухлетки, да, яблоня, вон он абрикос двухлетний, вон двухлетний абрикос. Ну, вы догадываетесь, что просто человек привык к всякой дряни и считает, что к пяти годам, ну, вырастет, наверное, вот такое. Вот такое. Здесь больше двухлетнего дерева нет. Старше двух лет. Вот видите, вот такое надеется вырастет. И заказывается. Почему? Потому что ему надо, чтобы на шестой год, первый год после пересадки, оно заплодносило. Во! И вот. И там это самое, про того вещи Олега. Не смертью кость угрожала. Так вот тут смертью угрожает невежество. Итак, еще раз. Сеянец. Он будет выпилен. Сеянец выпилен. Сеянец выпилен. Даже с плодиками. На третий год. Откуда взялись плодики на третий год? Объясняю. Видите, бесполезная попытка привить. Показываю все, как есть. Вы думаете, что тут дички растут? Да вот он был привит. Прививка не пошла. Но прививка взрослое дерево. Она, по наблюдениям Железова, опять антинаучным, передала не только культурные гены. Так. Вот здесь мы можем ждать на место манджурца, так как у него вегетативный папа умер, даже в таком поре, в такой поре, все равно передает и качество. Это антинаука Железовская. И, внимание, скороплодность. То есть, двухлетка за третий год зацвела, на второй год заложила почки. Это влияние вот этого мертвого подвоя. Так. Ну, ладно. Ну, прикрутите у виска, господа, кто понимает. А остались ли такие в стране? Судя по всему, наверное, и не осталось. Потому что направления другие. Смородина, жимолос, интересно, как они различают сотни сортов смородины? Я, кроме как крупности плодов от этого ногтя до этого, никак их различить не могу. Тупой. Ну, ладно. Сейчас продолжится экзекуция. и мы договорились с Сергеем. Все, которые я вот так вот обрежу до колена. Я бы этот ниже обрезал. Так. Просто ниже нет это самое почек. Видите? Ему нет. Все-таки вот тут отрежу. Сейчас только как закончить съемку. Вот. Иначе Сергея выпилит. Оставляю все, что ниже колена. Здесь оставляю. Еще раз говорю. Сенец, сенец, сенец. А вот привитый. А это знаменитая фаина. Вот. Она будет обрезана вот так. Сейчас только. Вон, видели плодик какой? Вот. Ну, может быть, нет, бедный плодик. Оставить его для того, чтобы убедиться, что... Ой, вы знаете, я начал говорить, по-моему, не закончил эту тему. А тема такая, я не знаю, что те, который вырастил с косточки, смотрят мне в лицо в этот же фотоаппарат с камерой и говорит, что вот такие вот плоды из семечкового саженца. Вот. То есть, культурный посадил, еще больше получил. Ну что, такие случаи множатся. Кстати, абрикосик, абрикосик. Вот. Афейну легко отличить. У него междоузлия такое, как у облепихи. Ее можно было бы даже смело выдавать за эти заколновидки. Жаль, что я не обманщик. Представляете, какой каламбур. Жаль, что я не обманщик. Говорю с иронией, потому что насколько легче мне было бы жить. Ой, вот это все будет уничтожено. Но на следующий год опять все это зацветет. Почему? Потому что приросты последнего года и на них плоды висят. По полоношению в основном на верхушках. Ну что, все, кажется, разъяснил. Итак, если бы я эту пересаживал, а у меня нет ни одного квадратного метра для этого. Вот. А сохранить бы их надо бы. Потому что все равно рано или поздно они будут уничтожены. Ну, еще годик. Там я показывал питомник, но он же и сад. И там я показывал через дорогу, где он был вот такой же посаженный вчера или поздно вчера. Тоже там у меня питомник, плавно переходящий в сад. То, что я назвал кочущий питомник. Фактически это мое изобретение. Почему? Потому что видите, плодовые ветки последнего, не плодовые, а наоборот, ветки приросты последнего года ростового ветки все обрезаны. Вот сейчас только я обрезал. Видели, оно было мощное, такой же, как те. Вот. Обрезал. Вот. Посмотрите, красота какая. Обрезал, обрезал. со второго года это уже, а со второго года начали резать, это третий год. Это уже маточный сад. И этот маточный сад цветущий. Вот. Никто не скажет в той железовой болтун, что очень легко выращивать скороплодные деревья. Не мешая при этом росту, кстати, не калечие деревья ради цветов, ради плодов. Но мы с вами об этом уже говорили. Кто из вас, когда пересмотрит 250 фирмах, я сейчас посмотрел, да, заглянул в самую глубинку, где-то фирм от 100 до 150. Они очень важны. Там написано для школьных учителей, для школьной биологии, для Дасиков. Они важны и невероятно. Это, фактически, это новое садоводство и есть. Оно должно заменить это современное садоводство традиционное, которое привело к уничтожению садов, а не к их развитию. Вот. И в результате мы имеем то, что имеем. И вот это новое садоводство, да, я посмотрел, там количество просмотров, как и было год назад, 500-600. То есть, они никому не нужны. Естественно, не школьным учителям, и вот, никому. Вернемся домой, я открою холодильник, и фильм этот закончил, показал, сколько косточек оказалось, не продано. Сколько косточек, вот он, абрикосовый питомник, видите? Вот он, вот он, вот он. Смотрите, прививки этого года, видели? Вот они, вот они, вот они, хороши. Вот, кости, не знаете, какие они будут? Ну, не такие, конечно. А вон, однолетки, вон они, однолетки, саженцы на рынке, от 400 до 600 рублей, Сергей в два раза дороже. Я всегда говорю, ну, упрекните хоть одного хозяина Мерседеса, почему рядом же, тут же на автомобильном рынке, вторичном, стоят запорожцы по цене 15-20 тысяч рублей. Почему владельцы Мерседеса не продают по цене запорожца? Так это еще ладно, представьте, что запорожец еще и никогда не поедет. То есть, человек его купит, да? И только отъехал, все четыре колеса отвалятся от него. Вот. Он еще и загорится от короткого замыкания. Вот. Через дырку вылез бензин, значит, заклинятся эти колодки тормозные. Вот. То есть, его даже это, дешевле просто бросить и бежать, бежать от него, пока не заставят платить за это, за эвакуатор. Вот. И вот такие саженцы у нас продаются повсеместно. Представляете? Вот так вот. Осталось у меня какое-то чувство недоговоренности, что ли. Вот она, бригада. Раз, два, три, четыре человека. Это и все. Маленький, вот он, сейчас мы в нем были, питомничек. Вот. И приближается грозовая туча. Редкость невероятная. Второй дождь за всю весну, кажется, состоится. Вот. И помешает людям работать. Но то, что они посеяли перед дождем, это просто уникальный случай. Растет, как на дрожжах. Вот. Видите? Вот эта вода из колодца, мертвая. А он на небе живая. Кстати, очень многие, они догадываются, даже воду с крыши себе отвезти. Ну, ладно. Что еще я вам хотел сказать? Итак, короткий инструктаж, что получается неполноценный фильм. Вам нужны саженцы. На рынке, если только местный садовод, с вашего же города, с вашего же села, районного центра, пригорода. Ваш родной. Так. Второе. Вы не берете у него саженцы, которые он привез. Вы говорите, я приеду к вам лично. И мы выкопаем вместе с комом земли. Вот. В горшках. Можно аккуратненько с комом земли поставить ведро в таз, в ванночку, в которой когда-то купали детей. Вот. Все остальное не рассматривается. Вот. Вы можете спросить документы. До сих пор за всю свою жизнь вы видели, что я каждый год шарюсь по рынку. шарюсь и шарюсь и шарюсь. Вот. Вы же не знаете, когда я сказал, что это самое. При последнем фильме я еще говорю, вот с вами, вспомните, там женщина сидит с настоящего питомника, саженцы. А я говорю, а меня перед вами шуганули. Вот. А этот отрывочек не вошел, шуганули, потому что я обещал его стереть. А знаете, что там было? Там была истерика у женщины, которая привезла их с этого, не привезла, а перекупила у азиатов. А с ней была истерика. Вот. Она кричала на меня и говорила, заплатите за фотосессию, заплатите, не имеете права снимать. А откуда эта истерика? Откуда этот дикий испуг? Догадались? Правильно, догадались. Вот. Итак, идеал выкапывайте в питомники. Отказывайтесь от интернет-магазинов сто процентов. Все, что мы добились от интернет-магазинов, это того, что от них получен был такой, примерно, ответ такой. От лучших мировых производителей. Вот так вот. От лучших производителей, значит, все это будет мертво не 90 из 100, не 99, а 100 из 100. Миллион из миллиона. Все деньги ваши будут потрачены, выброшены, подарены мошенникам.